Приветствую вас. Прежде чем отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете, их всего три, и я постараюсь ответить на них, как это не покажется вам может быть странным по сравнению с ответами других экспертов, я постараюсь ответить на них весьма и весьма конкретно. Ну просто потому, что видите ли, грань между тем-то ненормальным, между патологией, между болезнью и нормой психология очень-очень-очень размыта, и очень легко поставить человека за грань нормы. При этом просто прикрыв таким образом свое непонимание по отношению к нему и нежелание его понять. Значит, пишите вы о том, значит, что вы преследуете мужчин. Перед тем, как отвечать на ваши вопросы, я немножечко разберу ваш текст, он не очень большой по семантике, поэтому я, естественно, не буду его весь читать, просто обращаю внимание на некоторые моменты. Значит, моя проблема в том, что я преследую мужчин, пишите вы, это принимается в более крайней форме. Это началось давно, и первый мужчина бросил меня, а я продолжал ему писать. Причем у нас было одно свидание, а писать я ему продолжал довольно долго. Вот смотрите, здесь у вас, прямо здесь, прямо можно сказать, вот, если не брать в расчет доголовок, да, второй абсакт, вы пишете, что это началось давно. Первый же мужчина бросил вас. Вопрос, который я хочу вам задать. С какими эмоциональными состояниями, значит, с какими желаниями, потребностями вы подошли к этим первым отношениям? Если было первое свидание, значит, вы уже довольно достаточно взрослые были в тот момент, когда у вас произошел этот первый казус. И это самый, наверное, главный вопрос, если мы будем рассматривать вашу ситуацию с позиции прошлого опыта, застарелых обид, комплексов и так далее. Ваш первый мужчина был тем, и кем были вы, чего вы хотели от отношений, и почему. Понимаете, это вы описываете, началось не с этого первого мужчины, который бросил вас. Потому что, если у вас было одно свидание, да, то, ну, вы могли ему написать, действительно, вы писали ему, да. Но это началось не с этого. Это началось еще раньше. И здесь я, наверное, соглашусь с позиции коллеги, который написал вам самым первым, что все это связано отчасти с родителями. Но, видите ли, обиды и отношения к родителям, это лишь часть, это лишь часть всей ситуации. По большому счету, по большому счету, то, что вы описываете, связано с потребностью, что-то от мужчин получите. Ведь вы же навязывали мужчинам, да, вы же их привлекали, вы хотели быть с ними, и вы очень долго не могли их оставить. И вот эти потребности, которые вы пытаетесь реализовать через мужчин, изначально идут от потребностей с родителем. И вот чего-то вам родители не додали. Чего-то вам родители не предоставили, что вы теперь пытаетесь это получить другим путем, через мужчин. В действительности, может быть, вы таким образом доказываете себе, что вы пытаетесь, например, доказать, что вы достойны любви. Просто потому, что с родителями у вас все было, ну, не совсем так. Подман, есть другая причина, не в родителях вообще, потому что здесь вы не описываете ничего, по сути дела, про семью. Ну, про семью и так далее. Свою семью, я имею в виду. Он ведь не в родителях сделал. А может быть, все дела в вашей первой любви, вот первый, самый первый мужчина, наверное, даже мальчик, которого вы влюбились, и он не ответил вам за именность, и вы стали сомневаться в себе, и с тех пор пытаетесь вот компенсировать свои сомнения в себе через других мужчин. При этом вы не можете осознать, что заставило папу-мальчика вас не принять. И вы не можете, в силу субъективности своей ситуации, своего положения, вы не можете не проецировать его отношения на себя. И вообще отношения людей, отношения к мужчин, в данном случае, вы не можете не проецировать на себя. И первый вопрос, значит, который я еще раз повторю, и который нужно разобрать, это вопрос такого плана. Первое обстоятельство, первый же мужчина, который вы предлагали писать, что это был за первый мужчина? Каким он был? Что заставляло вас писать ему довольно долго? На что вы надеялись? На что вы рассчитывали? Чего вы хотели? Почему вы не рассматривали, почему вы не придерживались той позиции, что если мужчина бросает вас после первого свидания, то это значит, что он не оценил вас, не смог оценить вас, испугался, что он не смог выдержать отношения с вами. Почему вы спроекцировали его поведение на себя? Это первый главный вопрос. Второе. Значит, ну далее вы, по сути дела, описываете несколько похожих ситуаций, которые, скорее всего, которые должны, скорее всего, по существу являются, значит, компенсаторными отношениями, то есть через мужчин вы пытаетесь что-то в себе компенсировать, и когда вы обращаетесь в крайности, то это связано опять с тем, что вы любыми путями пытаетесь просто-напросто удержать человека рядом с собой, а если не получается, то, естественно, вы не принимаете отказ и израбатываете защитную реакцию. Кстати, довольно интересно, что вы останавливаетесь только так, когда мужчина начинает жить другой девочкой. То есть вот это интересное внимание, то есть у вас определенные точки невозврата, это как-то человек начинает жить другой девочке. Тоже интересно было бы послушать, что в этом контексте вас останавливает. То есть определенно, что это какое-то понимание происходит. То есть понимание может быть того, что если мужчина с другой девочкой, то он уже в любом случае не ваш. Может быть это понимание того, что если мужчина с другой девочкой, то он точно, завершенно вас не любит. Может быть это понимание, наконец, того, что у вас просыпается какая-то гордость или что-то еще. Вот это вот очень хотелось бы послушать то, что вот почему вас именно это останавливает. Причем, причем, значит, причем, что женатый мужчина, у которого уже была жена, была жена, вы начали женатому мужчине, вы начали мстить, значит. И вот тоже интересный момент, почему именно ему, именно женатому мужчине вы решили мстить? То есть что вас заставило делать именно это? Ведь предыдущим мужчинам, ну вы писали, вы звонили, вы пытались их вернуть, но так только вы видели, что они жили с другой девочкой, что вы переставали общаться с ними. А, значит, тут вот вы и решили мстить. Решили непонятно за что и почему. Уверен, что оскорбления сыпались на вас и раньше. То есть здесь вот мотивация мстить тоже подлежит раскрытию, подлежит анализу, подлежит рассмотрению, причем самому счастливому. Далее, вы пишите, если он найдет. На тот момент, вот на момент, когда вы начали мстить, вы находились на определенных препаратах. Тоже вопрос, откуда эти препараты, значит, кто вам их назначил, с какой целью вы их пили, ну и так далее. Почему вдруг вот вы начали принимать эти химические вещества. Далее, значит, мужчина вам угрожал полицией и вы испугали его угрозу. Тоже это очень интересный момент. Все равно здесь, как вы угрожаете самоубийством, угрожены, там, что-то еще вы делаете, да. Это нормально. Но вы боитесь, что вам причинят какой-то вред, вы боитесь, что вам будет причинена какая-то негативная характеристика, да, и, собственно, из-за этого вы и делаете шаг назад. Тут вопрос, заключаю, вопрос у меня к вам. Как вы соотносите то, что вы угрожаете людям, да, с тем, кто угрожает вам? То есть, как у вас это соотносится? Вот, считаете ли вы, например, что человек вам угрожает отопредованно? Считаете ли вы, что человек имеет право вам угрожать или нет? Тоже очень важный момент. Потому что когда вы говорите, что я сбежала с работы домой от его угроз, это, ну, очень похоже на панику. То есть, такое впечатление, что вы находитесь во власть с вашим желанием, вы находитесь, 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 но вы до последнего не можете принять, что ваше желание не осуществимо, потом вы, наконец, это принимаете, и когда принимаете уже слишком поздно оказывается, и вы уже вынуждены спасаться, откровенно, просто-напросто спасаться. И спасаться здесь не нужно просматривать только через контекст какого-то физического действия. Спасение это, в первую очередь, психологическое. То есть, вы останавливались раньше, вы сбежали сейчас. И, соответственно, вот, что возвращает вас к более или менее адекватному восприятию мира, что заставляет вас, наконец-то, ну, как-то осознавать, что все, тут ситуация закончилась, этот мужчина не ваше. В этом, это тоже вам необходимо для себя выяснить. Далее, вы пишете про психиатров, значит, вы пишете про психиатров, к которым вы обратились. Значит, ну, соответственно, тоже, что постановили вам психиатру, что они вам выявили, какой диагноз они вам поставили, поставили ли его вообще, какие препараты они выписали, что они вам порекомендовали. Собственно говоря, почему вы задаете вопрос нам, психологам, если вы, по сути, были уже у психиатра, и, наверное, тоже ему рассказывали свои, вот, ну, свою, свою проблему. Была ли назначена вам, вам, была ли назначена вам терапия? Если да, то какие, ну, какие результаты? Если нет, то почему нет? И так далее. Все на эти вопросы, на эти вопросы нужно ответить. Потому что, если, например, у вас диагностировано заболевание, то, как минимум, необходимо его знать, чтобы далее вам говорить какие-то вещи, чтобы далее с вами работать. Далее. Следующий момент, значит. Вы здесь пишите, что я через три недели поднакомилась на сайте с парнем. Это мои первые отношения, где был не только секс и так далее. Понятно. Друзья, романтика, наконец-то, что-то получилась. Я именно глупо сказать ему сразу о своих попытках сицилида в общих чертах и о его причине. Через два месяца мужчина меня бросил. Вернулся к девочке, с которой шесть лет был знаком, а, с которой шесть лет и с которой был знаком со школы. Ну, во-первых, на самом деле так, вот здесь тоже очень важный момент. Значит, после психиатров вы, наконец, выстраиваете отношения, более или менее подходящие вам по стилю, да, по наполнению, по, так сказать, положению сторон, по положению субъектов. Вы рассказали ему сразу о том, что у вас была попытка сицилида. Зачем вы это сделали? Что заставило вас, в общем-то, не очень знакомому человеку, рассказать о том, что у вас было? Ну, допустим, вы хотели быть с ним честным. Я понимаю. Ну, можно было подождать. Можно было как-то дать возможность мужчине привязаться к вам и после этого рассказать. А так вы его по сути дела отпугнули. То есть, по сути, вопрос, который я вам задаю, звучит так. Ваша мотивация рассказать ему обо всем. Именно мотивация зачем? И как она обусловлена, эта мотивация, именно вам? То есть, как вы ее сами себе объясняете? Далее. Значит, он скрыл от меня, сделал вид, что дело во мне. Печайте вы. Ну, смотрите, женатый мужчина прекратил с вами общаться, потому что его жена забеременела, и он вам тоже в этом не признался. По сути дела они оба представили так, что вы виноваты в том, что они от вас ушли. Откуда, по вашему мнению, мотивация мужчин так себя вести? Мотивация у мужчин так себя вести появляется из-за того, как они воспринимают вас. То есть, по всей видимости, они хотят показать вам, либо они хотят показать вам, что вы не будете ответственность за то, что вы расстаетесь за тот мужчину и уходит. И тогда это, ну, некое разочарование вас, некое такое стремление, я бы не сказал, что даже унизить, как вы пишете, или оскорбить. А я бы сказал, что это просто разочарование мужчин в вас. Либо это оставление двери открытым к вам, чтобы в случае чего вернуть. Ведь мужчина, у которого есть жена впоследствии беременную, не просто так обратил внимание на вас. Значит, у него с женой были какие-то проблемы. И если у него с женой были какие-то проблемы, то эти проблемы явно не решаются. И вполне вероятно, что мужчина предполагал, как первый, так и второй в контексте вот этих вот двух, о которых я говорю. Значит, предполагал, что сможет к вам вернуться, ну, по излишению какого-то времени. И именно поэтому они не хотели вам ничего говорить, а осознаваясь, что вы их примете. Вот эти вот два момента. Далее вы, значит, умоляли вернуться мужчину последнего, с которым у вас было бы дружба и романтика. Значит, с ним все те же переписки, в общем, и так далее. Вчера вы напитали этой девушке, чтобы знать, что правда в своих подозрениях сказали, что он реально снова с ней. Вы оскорбили и везде не ссорились с ним. Очень много оскорблений. Я не хочу, не могу повторить все, что было сказано, но это было весьма низко с обеих сторон. Поэтому он пригласил сообщить на мою работу обо всем. Я не знаю, где он сломан, но только теперь перестал написать. Так. О чем сообщит мужчина на работу? О том, что вы его оскорбляете? Это личная переписка. Она не влияет на работу. О том, что вы угрожаете суицидам? Так простите, состояние аффекта, может быть, все что угодно быть. Почему на работе должны поверить тому, что скажет какой-то ваш мужчина о вас? Почему на работе должны принимать во внимание то, что о вас говорит какой-то человек, находящийся с вами в личных отношениях? Ну, для меня, вообще-то говоря, не очень понятно. Как и не очень понятно, каким образом вы сами для себя это объясняете. Ну, пригласил он сообщить обо всем на работу. О чем обо всем? Еще вопрос. Вопрос. Ну, кто ему поверит? Вопрос. И так далее. А вы уже не знаете, значит, сделает ли он слово. Так что вы опять боитесь? Ну, и, соответственно, почему вы боитесь обращения в полицию так сильно? Ведь вы, по сути дела, преступление как такового не совершаете. Ну, кроме различных угроз. Но угрозы, это, знаете, преступление такое вот. Оно очень расплывчато, особенно, если дело касается личных отношений. Да, ну, представьте себе, там, мужчина, например, девочку бросил, она вся в глазах и ему угрожает. Ну, разве посадят такого человека за угрозой мужчине? Да, конечно, нет. Угрозы являются правонарушением и являются преступлением тогда, когда они преследуют своей целью определенную выгоду. Как правило, угрозы совершаются, угрозы такие, они распространяются с четкой целью. То есть, это цель именно, вот, физической расправы, там, цвета, там, что-то такое. Но это люди, не находящиеся в отношениях между собой. Понимаете? Или это люди, которые, ну, имеют, вот, реальные возможности. То есть, субъективная сторона, она очень важна. И вы здесь, ни в первом, ни в втором случае, когда вы, ну, испугались вот таких угроз со стороны мужчины, ни в первом, ни в втором случае, вы ни в чем не виноваты. Но вы почему-то боитесь. Возникает вопрос, а чего вы боитесь? Вот, мужчины, они, по сути дела, как бы давят на ваш страх какой-то. Опять-таки, страх какой-то. И, собственно говоря, из-за этого вы перестаете писать им. Хотя, если так подумать, то и женатый мужчина, и последний мужчина поступили не очень хорошо. Ну, казалось бы, забеременела жена, да? У женатого мужчины. Ну, скажите честно, что так и так. Очень большая статистика есть, когда мужчины женатые возвращаются к своим женам, если вы знаете, то у них рождается ребенок. Ну, люди думают, что ребенок решит проблему. Так вот, такое бывает. То есть, вот этот момент, момент страха, момент того, чего вы боитесь, и того, что вас останавливает в итоге от вашего такого поведения, тоже очень важный момент. Ну, да. Значит, ну, теперь мы, собственно, переходим к вопросу. Почему я себя так веду? Ведете вы себя так, потому что у вас есть ряд потребностей, которые вы пытаетесь через мужчин удовлетворить. И реализовать эти свои потребности, а как правило, это не сексуальные потребности. Это потребности чисто эмоциональной и духовной сферы. Это потребности личного роста. Это потребности, ну, потребности даже не личного роста, а потребности личностного характера, скажем так. Это потребности комфорта, спокойствия, защищенности, гармоничности, уверенности. Это потребности, исходящие из ваших представлений об отношениях, о мужчинах и так далее То есть вы ведете себя как человек, который очень сильно хочет вот что-то получить для себя И использует любые средства для того, чтобы это получить При этом вы, я тут не осуждаю вас, но я говорю о том, что вы с моральной точки зрения поступаете довольно-таки осуждающей с точки зрения общества То есть вот эти угрозы, эгоистичное поведение, угроза суицидом и прочее Все это с моральной точки зрения является довольно-таки осуждающим поведением И вопрос заключается в том, почему вы можете себе это позволить То есть почему вы можете, например, ну опуститься, скажем так, опуститься до вот таких вот угроз То есть вы же, получается, не только и не просто готовы на все И вот эта крайность, это показывает необходимость, остроту для вас тех потребностей, которые вы пытаетесь шире мужчин удовлетворить И здесь, безусловно, есть и духовная сторона, и моральные установки Ваши моральные установки, ваши ценности, например Я имею ввиду, ну вот, если вы человека любите, то как вы можете допустить для себя подобные угрозы? Да, но даже если вы все это понимаете умом, то когда вы испытываете влияние своих потребностей То все эти мысли, конечно, просто уходят из вашего сознания, ибо потребности для вас все Вопрос в том, какие это потребности и как их правильно удовлетворять Итак, на первый вопрос, почему вы так себя ведете, я вам отвечаю У вас потребности, ваши потребности, какие именно потребности Это, как вам сказала вот коллега, да, комплекс электры, проблемы с отцом Все это может быть, но не факт, не факт, что именно это Вполне возможно, что есть и что-то решило Вполне возможно, что семья у вас была неплохая Вполне возможно, что отношения с родственниками у вас были неплохие Но вот какой-то эпизод в жизни достает вас сомневаться в себе Или вы, например, испытывая защищенность, допустим, от своего отца, хотите и стремитесь к такой же защищенности от своих мужчин Ну, от своего мужчины в частности То есть здесь потребностная сфера может быть достаточно велика Я бы не стал сводить все это обязательно только к отцу То есть да, с позиции психоанализа это может быть и так, но с позиции других направлений И, по моему мнению, это не всегда только взаимодействие Еще могут быть еще какие-то вещи Хотя, безусловно, вопрос вашего воспитания, вопрос анимуса, аниме Это первичный образ мужчины и образ женщины Безусловно, эти вопросы очень важны То есть вам необходимо прианализировать, что для вас мужчина Какое значение для вас имеет, в общем, и так далее То есть, надеюсь, я вам ответил на первый вопрос именно так С вами движет ваши потребности Вы хотите Я не думаю, что у вас помещательство Я не думаю, что у вас сумасшествие Я не думаю, что у вас, как бы, когда психическая болезнь Может быть навязчивая идея Да, навязчивая идея, возможно Но навязчивая идея, видите ли, это также связано с потребностью То есть у человека появляется навязчивая идея И образуется один мотив Потому что этот мотив становится, ну, по сути дела, самым значимым для человека А самый значимый почему? Потому что он воспринимается человеком, как единственное средство К достижению своих целей И человек, как правило, уже даже не совсем понимает свои цели Человек уже даже не понимает, для чего он это делает То есть смысл Человек прекрасно видит, как он все это будет делать То есть видит перед собой мотив и видит перед собой средство для реализации этого самого мотива И действует исходя из этого То есть вот это мы, я надеюсь, с вами поняли Как мне исправить ситуацию? Ну, во-первых, есть вещи, которых вы боитесь Это совершенно очевидно Даже вот по вашему тексту не предполагая, да То есть можно предполагать сказать, что вы боитесь Старпадна, но Лично я, опять-таки, думаю, что здесь не столько страх от достатного И сколько Несколько другие страхи Но в любом случае, вы чего-то боитесь И страхи эти, в первую очередь, нужно освещать То есть не помадывать, а освещать Во-вторых, как я уже сказал Осознать значение мужчины для вас Осознать свои потребности То есть какие у вас вообще есть потребности Что вы хотите от мужчин И через когнитивно-поведенческую терапию Ставить себе другие цели На которые будут накладываться мотивы По удовлетворению ваших потребностей Я уже сказал, что дело здесь не в сексе У вас потребности другого коллектора И вы не можете, не представляете себе возможности Для того, чтобы удовлетворять эти потребности Как-то иначе, чем то, что вы делаете И именно поэтому Для того, чтобы исправить ситуацию Нам необходимо впервые понять И увидеть ваши потребности А далее учиться выполнять И удовлетворять их самостоятельно И стремиться к тем целям Которые диктуют ваши потребности Опять же самостоятельно Нельзя И вот эту установку Я очень рекомендую вам запомнить Нельзя вступать в отношения С людьми, будучи нуждающимся То есть нельзя вступать в отношения с кем-либо Если вы нуждаетесь априори в человеке Если вы нуждаетесь в чем-то Потому что если человек В чем-то нуждается Он так или иначе почти всегда Будет И общаться И воспринимать Значит Людей Других И сейчас Речь идет не обязательно О мужчинах Любого человека в принципе Будет воспринимать Через образ Через идеал Своих потребностей Через образ Через призму Своих нужд И поэтому мужчины Для вас Как раз таки Это средство Это источник удовлетворения Ваших нужд И вот эта Позиция в отношениях Является принципиально неверной Потому что нельзя Человека воспринимать Человечесие Именно так Как источник удовлетворения В своих нужд Отношения Это не то Что что то дает Человеку Отношения Это когда человек mungkin Что то дает другому И вот эта Принципиальная установочка Но Должна поселиться у вас Без нее У вас нет никаких Шансов Истраивать Эту ситуацию Следующий важный момент Это проработка своего поведения, выработка линии своего женского вектора поведения, проработка определения и исследования идеалу женского поведения, идеалу женщины для вас и понимание того, чего мужчина хочет. То есть вы говорите о том сейчас, чего хочу я, а вы не говорите о том, чего хочет мужчина, и только так вы сможете ситуацию исправить. Ну и естественно необходимо любить себя, естественно необходимо уважать себя, ценить себя, принимать себя такой, какая вы есть. У вас, потому что вы очень много людям пишете и соответственно унижаетесь, есть явный недостаток любви к себе, есть явный недостаток самоуважения и недостаток ощущения самоценности. И вот со всем этим также нужно работать, нужно все это вам корректировать, развивать и повышать. Потому что только если вы будете любить себя, вы сможете любить других. Только если вы будете уважать себя, вас будут уважать другие. И только если вы будете ценить себя, вас также будут ценить другие. И вы. Самое главное, что вы, если будете видеть в себе ценность, вы будете видеть ценность других. Тоже очень важный момент. А вот почему вы не видите в себе ценности, ну, это уже вопрос личной консультации. Может быть, это все-таки отношение с родителями, может быть, это что-то еще, что-то другое. Далее. Как создать семью, впечатление вы? Вопрос, который я вам задам в ответ на это. А зачем вам семья? Вот, может быть, мы столкнулись с тем вот мотиватором, который заставляет вас двигаться по той дорожке, по той линии поведения, которую вы, ну, которую вы придерживаете. Семья. Зачем вам семья? Для чего вам семья? Что вы хотите получить от семьи? Как вы понимаете семью? Что она для вас значит? Ответы на эти вопросы и, соответственно, работа с установками, которые невольно проступят при ответе на эти вопросы, определяют, правильно ли у вас понимание семьи или нет. А оно, скорее всего, у вас неправильно, раз вы задаете такой вопрос, находясь в своей ситуации. Я поясню почему. Семья для вас является самым целью. И семья, являясь для вас самым целью, приобретает, собственно говоря, статус мотива. Статус мотива, для семьи, догладывается на нерепродуктивное, на творческую задачу. Творческая задача – это задача построения отношений. Поскольку семья и создание семьи понимается человеком как задача репродуктивная, то есть типовая, то вы накладываете, значит, алгоритмы действий, поведения при решении репродуктивных задач на творческую задачу. То есть, естественно, вызывает диссонанс. То есть, естественно, вызывает конфликт. И вы с этим конфликтом постоянно сталкиваетесь. Если говорить о семье, то семья – это естественная форма развития человеческих отношений. Естественная, необязательная форма развития человеческих отношений. И люди, создавая семью, готовы в нее вкладывать. Готовы нести ответственность за семью, за себя и за другого человека. У вас же ситуация такова, что вы за себя ответственности полностью не несете. Хотя бы потому, что вы пытались себе навредить. И раз вы не несете ответственность полностью за себя, значит, вы не можете нести ответственность за другого. А раз так, то семью вам пока создавать нельзя нельзя. Нужно понять, для чего вам семья, какие ценности, какие желания вы хотите удовлетворить через семью, чтобы получить это самостоятельно уже сейчас. Семью нельзя хотеть. Потому что семья – это образ, семья – это идеал. Семья – это средство, как бы, средство втеснения в рамки человека, который станет вашим партнером. А втеснение в рамки – это всегда подавление личности. Поэтому вопрос о семье, давайте мы немножечко перефразируем и представим, что я хочу получить через семью. Что для меня семья. Потому что каждый человек, который вам встречается, имеет свои представления о семье. И вопрос заключается в том, готовы ли вы принять его представление о семье. Вопрос заключается в том, готовы ли вы выступать. Вопрос заключается в том, готовы ли вы принять, что есть другой взгляд на семью, нежели чем ваш. И что-то мне подсказывает, что нет, вы не готовы этого сделать. Ну а раз так, то семью вам создавать совершенно рано. Надеюсь, вы это понимаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вы напишите дополнение к своему вопросу, пожалуйста, дайте мне знать в личку, чтобы я прочитал его и, может быть, дополнил свой ответ также. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!